На этом видео 2 августа Путин вручает звезду Героя России еще одному военному, отличившемуся в Украине. В ходе проведения специальной военной операции звание Героя Российской Федерации присвоено подполковнику Магасумову Иреку Ильдусовичу. То, что Ирек Магасумов заслужил награду, убивая невинных людей в чужой стране, очень порадовало тех, кто его знал. Одноклассники в восторге. То, что он стал Героем России, это неудивительно, как-то это было предсказуемо. В восторге и учителя. Видимо, его в этой школе учили не думать и выполнять приказы, даже если они преступные. Просто такая гордость. Я говорю, хоть год я все-таки учил его. Мама, вырастившая убийцу, тоже довольна. Сердце ее не обмануло. По ее словам, материнское сердце знало, чувствовало, что Ирек когда-нибудь обязательно станет Героем. Горжусь, слава Богу. Не жалею, что мой сын военный. И доволен весь педагогический коллектив школы в маленьком татарском городке Мамадыш. По словам учителей, главной отличительной чертой Ирика является большое чувство ответственности, которое было присуще ему с детства. Также его стремление во что бы то ни стало добиваться поставленных целей. Ирек Магасумов стал Героем России 2 августа. А 11 августа он в полной мере показал, насколько он ответственный человек. И как, несмотря ни на что, умеет добиваться поставленных целей. Героя России Ирека Магасумова задержали в Луганске за убийство 18-летней девушки. Да, Герой России с товарищем решили познакомиться в оккупированном Луганске с двумя 18-летними девушками. 11 августа Мария и Кристина познакомились в Луганском баре с военными старшим лейтенантом Павлом Яскевичем и подполковником Магасумовым. По версии защиты, Яскевич, демонстрируя девушкам пистолет Макарова, случайно спустил курок и попал в Кристину, после чего вскрылся с места преступления, испугавшись. В то же время, по версии следствия, выстрелил именно Магасумов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому 16 сентября ему предъявили обвинение. Девушка вскоре умерла. На самом деле, это маленький фрагмент длинной кровавой истории пыток, издевательств и убийств, которые ежедневно творят в Украине российские освободители. Но не всем дают звание Героя России. Обнимает меня и говорит, мама, кто еще кроме нас защитит вас? Защищать татар этот убийца почему-то поехал в Луганскую область. Почему? Никто из его учителей и одноклассников себе этот вопрос не задает. Война в Украине притягивает как мерзавцев, любящих безнаказанно воровать, убивать и насиловать, так и дурачков, верящих в то, что Россию нужно от кого-то защищать. Мэр российского города Печоры Валерий Серов, скорее всего, относится к первым. Недавно он принял судьбоносное решение. Мэр Печоры Валерий Серов планирует уйти на СВО. Об этом стало известно сегодня во время заседания Совета Печорского района. Первым вопросом, включенным в повестку дня, стало рассмотрение заявления Валерия Серова о предоставлении ему неоплачиваемого полугодовалого отпуска в связи с заключением контракта. Неужели сытый российский чиновник решил сменить теплый кабинет на окоп в Украине? Да, решил. Но на это у него были свои веские причины. Сперва он назвал «ш***» журналистов издания «Известия». Невоспитанным идиотом я не планирую это все рассказывать. Вы же понимаете, я говорю, проститутки Михаилы. Ну, ш***. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Можете записать, я от своих стоп не отвечу. Еще раз повторить тогда. Насчет проституток он, конечно, прав, но информационное агентство «Известия» входит в национальную медиагруппу, в которую входит, например, «Первый канал России». И это было начало конфликта с властью. Потом его зам Андрей Канищев во время городского праздника отправил в реанимацию некоего жителя Печор. 20 августа прямо на сцене между двумя мужчинами завязалась драка, в результате которой один из них попал в реанимацию. То, что вторым участником драки был работник администрации, подтвердил мэр города Валерий Серов. Мэр заступился за зама. Ну, конечно, он ведь избил человека в нерабочее время. Со всяким может случиться. Я бы попросил с пониманием отнестись к этой ситуации, так как она происходила в нерабочее время и, возможно, носит бытовой характер. А потом мэра и его зама обвинили в коррупции. По версии следствия, Серов и Канищев получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за то, что предоставили ему возможность выполнения работ по муниципальным контрактам на городское благоустройство. Вот так Валерий Серов решил стать патриотом и уехать на войну. Ведь это лучше, чем тюрьма, видимо, решил мэр. Но ему не хватило одного дня. Средственный комитет России сообщил о задержании мэра Печоры Валерия Серова по подозрению в получении крупной взятки. 30 сентября мэра арестовали, хотя у него еще будет шанс подписать контракт с Росармией, но уже в качестве заключенного.